Давайте посмотрим, что вообще происходит на кладбище, какие там вообще есть покемоны, есть ли разница вообще на кладбище в покемонах. Вижу там очень много покестопов. Ребята, на кладбище очень много покестопов. Звучит очень странно и глупо, но это так. Всем привет, ребята, с вами Чент, и мы продолжаем играть в Pokemon Go. Конечно, погода сейчас, мягко говоря, вообще не активна. Но игра работает, зонтик есть, поэтому можно чуть-чуть пройти, если как бы не смертельный, вроде бы не ливень. Поэтому давайте сегодня сделаем что-то интересное. А интересного сегодня будет, конечно же, много, как всегда. Поехали! Итак, мы дошли до гима, который стал немножко слабее. Конечно, сейчас идет очень сильный, ну такой не слабенький дождь, но мы под зонтиком. И сейчас мы попробуем этот гим улучшить уже нашим покемоном. Итак, здесь сидит всего на все два покемона, это Hypno 552 и Vipereon 1150. Так вот, мы только что валили его раз 8-9, ребята. И вот сейчас мы будем уже все-таки заканчивать, навалить этот гим. На самом деле, Vipereon оказался лучше, чем наш Vipereon. И он, на самом деле, очень неплохо валили. Почти убили двух покемонов, который... Один из них это Hypno 552, а другой из них это Vipereon, который намного мощнее, чем наш. У нас 867, а у того Vipereon было аж 1150. Поэтому шансы велики победить, но посмотрим. Давай сейчас проверим снова. Это последний бой, все равно мы точно уже сейчас посадим туда своего Vipereon. Но, может, вдруг и получится что-то волшебное сделать и победить этого 1150. Я не знаю, конечно, каким макаром мы это сделаем, но попытаться можно. Просто попытаться можно, а там уже посмотрим. Снова пошел. Пошел. Давай. Ну. Нет, он не может. Он почему-то все вот... У него уже бездыханное тело. Ну. Ну. Да черт побери, это невозможно, ребята. Он дохлый уже был. Капец. Ладно, мы подняли гим. Черт, мы его реально победили. Вы только что сами видели, у него было хп. Ну, что-то не получилось. Давайте восстановим нашего Vipereon'а. И мы его туда сейчас и посадим. Хотя нет, давай Лапроса посадим. Посадим сюда Лапроса. Пусть Лапроси есть. Так. Все, теперь можем садить. Отлично, мы откачали гим. И берем только что садим сюда Лапроса. Да, малыш? И... Есть. Смотрим гим. Гим стал у нас уже на уровень выше. Это третьего уровня гим. И вот у нас Лапрос и Vipereon здесь сидит. Ну, я думаю, это того стоило. Итак, мы подошли к следующему гиму. Мы только что его валили, валили и еще раз валили. Там у нас очень мощные покемоны сидят. Ну, 316, 430, 530. Даже не скажу, что мощные. 690. И еще стоит тут еще на 1152. И это все нам нужно бороться вообще Vipereon'ом. Вот. Прикол был в том, что когда мы первый раз попали, мы подошли аж до последнего покемона, как бы. Сейчас это не произошло, но реально получилось дойти до самого последнего и получить 500 очков гиму. Так, один есть. Второй. Пошел. Раз. Голбат хорошо валится электричеством. Есть. Голбат, давай. Давай, малыш. Вали отсюда. Блин, он суператаку испортит. Голбат. Ну, что такое? Ребята, смотрите, он стоит просто. Ему хоть бы хны. И мы что-то синего цвета стали, ребята. Как бы, я не знаю, какая причина, но мы синие. Ну, мы реально синие. Черт побери. Так, ну, последний покемон, не знаю, скорее всего, мы его еще не сможем завалить, как в прошлый раз. Но попытаться, как бы, стоит, я чувствую. Попытаться стоит, но шансы вообще, скажем, мизерные. Так, сколько нужно еще, чтобы посадить своего покемона? Еще нужно где-то боя два. Окей, поехали. Два боя. Два боя, и мы поставим сюда своего покемона. Пошел. Есть, первый есть. И теперь надо эту супер силу тратить на наших голбатов. Раз. Шмальнул. Два. Шмальнул. И в сторонку. Есть. Пока мы нормального цвета. Ни синие, ничего особенного такого. Оп, супер сила. Пошел. Есть. Пошел дальше. Пошел дальше, говорю. Давай. Есть. Убили. Последний покемон, который нужно победить. Потому что того мы не считаем счетом. Потому что это сделать нереально одним покемоном данного уровня. Но реальность убить этого покемона. Если очень сильно постараться. Как бы я не знаю получится или нет. Но шансы очень высоки. Да. Ну давай. Ну. Есть. Ребята. Есть. Вот оно. Вот она. Вот. Ну и короче выходит этот динозавр против нас. Которого ясно, что мы не завалим. Ну никакими просто силами. Но все же, ребята. 526 опыта. Черт. Чуть-чуть не хватает. Ребята. Совсем чуть-чуть не хватило. Для того, чтобы поднять этот гимн. Давайте тогда все-таки еще раз последний заключительный удар проведем здесь. Хотя с другой стороны я бы сейчас повалил бы другим покемоном. Требуется всего-навсего пятерочка. Давайте возьмем кого менее жалко. Давай, давай, давай попробуем. Давай крыса. Крыса такой. Крыс у нас конечно не сильный. Но я уверен, что ты одного покемона сможешь завалить. И нам уже будет доступно. Посмотрим, на что ты вообще крыса способна. Давай, давай хомяк. Да, он валится. Он конечно не особо мощный. Но при всем этом он валится. Пошел хомяк. Давай супер силу свою. О, нормально. Напиндюлил ему. Напиндюлил крысе. Ну все, ребята. И сейчас мы сопоставим своего покемона. Который также будет радовать других. Опа, давай. Оп, крыса. А, и что? И крыса все. Окей, ребята. Есть. Смотрим. Смотрим, что мы сюда можем посадить. Выбираем добавить. И наверное посадим сюда. Посадим сюда. Кого же мы посадим? Давайте что-то серьезное сюда садить. А мне кажется надо гипно все-таки. Нам еще нужно поднять гипно. Давайте его чуть-чуть качнем. Либо надо качнуть голбота. Ну что-то одно из двух. Хотя там голботов уже столько, что просто звездец. Мне кажется нет, надо брать гипно. Давайте наверное возьмем нашего гипно. И все же его чуть-чуть откачаем. И посадим именно сюда. Окей. Пауэрап. Давай еще малыш. Пауэрап. Будешь тут сидеть и защищать. Так. Уже почти у него 600. Давай. Жалко, что пыльца очень быстро заканчивается. Очень жалко. Но ничего. Так. И еще раз. Все. Я думаю пока что хватит. Пусть он сидит тут и защищает нашу точку. Все малыш. Молодец. Нажимаем. И садим его туда. Добавить. Гипно. Да. Есть ребята. Еще один. Ой господи. Еще одна арена под нашим контролем. Шестого левела. Ребята. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Вот мы. Как бы. Я думаю это стоит лайка. И у нас сейчас ребята есть уже. Под нашим контролем по-моему 3 гима. Да. Вот они. Если я это нажму. То я соберу еще. Лишних монет. Но я хочу теперь добраться вот туда. Вот на тот вот гим. На тот вот гим. И попытаться там тоже. Завоевать его. И поставить у своего покемона. Поехали. Мы в общем ребята ходили. И поняли. Что здесь на кладбище тоже есть. Во-первых гим. А вот он. Это церковь. Во-вторых. Тут тоже поставили покестопы. Внутри кладбища. Я не знаю. Конечно на кладбище кто-то либо вообще ловил покемона. Давайте мы будем одни из первых. Посмотрим что вообще там происходит. Окей. Но первая задача у нас в том. Это взять гим, который здесь стоит. На самом деле он не тяжелый. И я думаю что у нас все таки получится это сделать. Поехали. Церковь. Церковь. Есть. Одного убили. Так. И тут по-моему всего нас всего только три покемона. На самом деле они все относительно не тяжелые должны быть для нас. Я на это очень надеюсь. Мы сейчас спокойно сможем навалюнькать. По самое не хочу. Ну вы понимаете о чем я. Так. Гипно завалили. И последний по-моему. Последний покемон который здесь есть. Это пиджо. Раз. Поехали. Да ребята. Этот. Я уверен что вот это место будет все таки наше. Мы конечно не посадим сюда вайпериона. Потому что мы им наваливаем. Есть. Все. Плюс 370 гим. Давайте снова сейчас его чуть подлечим. Нашего вайпериончика. Раз. И наверное обычно ему давим. Два. Поехали снова. Поехали снова. Нужно. Ну тут уже конечно откачиваться очень даже немало. Аж на полторы тысячи нужно набивать. Так что давайте мы сейчас накачаем. И снова встретимся. Пока мы ребята только что стояли. И пытались добыть здесь наш гимн. Появился гипно который. Которым. Ох. Отличное попадание. Синим шаром. Надеюсь что все таки очень словится. Раз. Два. Нет. Только не убегай. Пожалуйста гипно. Давай. Давай малыш. Давайте его еще раз прикормим Джерри Берри. Держи малыш. Ай хороший. Давай малыш. Давай. Опа. Ну ловись. А. Что зависло? А нет. Просто он как бы вылез. Ну давай ловись. Блин. Мы уже его подкормили два раза. Раз. Два. Да ты посмотри. Ну просто это невозможно. Ну давай. Раз. Это просто триндец. Ну что мне с ним делать? Давайте еще раз прикормим его. Третий раз прикормим его. Ну. Раз. Два. Три. Наконец-то ребята мы его словили. Наконец-то. Вот его мы сюда и посадим. Пусть он здесь и сидит. Слава тебе Господи. Так. Есть. Есть. Давайте его поворотнем. И сейчас закончим с тем гимном, который мы только что валили. Ну что ребята. Мы только что вот отвоевали еще один гимн. Точнее не отвоевали. А повысили его уровень. И сейчас мы сюда посадим гимна на 550. Которого мы только что недавно словили. Да. Есть. И теперь давайте все-таки наверное ребята соберем наших 40 монет. Есть. 40 монет, 2000 пыли. Отлично. Теперь у нас 70 монет. Собираем мы ребята на портфель для того, чтобы таскать с собой больше предметов. И давайте посмотрим, что вообще происходит на кладбище. Какие там вообще есть покемоны. Есть ли разница вообще на кладбище в покемонах. Вижу там очень много покестопов. Ребята на кладбище очень много покестопов. Звучит очень странно и глупо, но это так. И сейчас мы все-таки туда направимся. Итак, входим мы до Минского кладовища ребята. И знаете, ну немного как бы, ну немного странно и как-то мрачно. То есть блин, покемоны на кладбище. Говорили, что ловили покемонов в храме, но покемоны на кладбище это что-то такое уже, знаете, из ряда вон выходящего. Но лично для вас я решил проверить и посмотреть, что вообще здесь происходит, что здесь водится и что здесь за покестопы. Что вообще здесь посоздавали интересного. Итак, первый покестоп это у нас памятник. Вон он стоит прямо. Какой-то мужик. Не знаю в честь кого это, но мы собрали с него покеболы. Давайте все-таки зайдем дальше. Погода еще, знаете, такая вот именно веселая, знаете, такая дождливая. А если туда еще прийти ночью, так это можно просто какашку наложить. Такую большую, серьезную. А если кто-то еще туда вылезет и начнет кричать, то все как бы. Инфаркт. Ребята, ну покемона на кладбище. Дроузи. Круто. Ловим покемона на кладбище, дроузи. Это надо такое вообще придумать. Ну окей, ладно. Причем покемон завис, ребята. Кладбище... Кладбище дает какую-то энергетику, что покемон просто завис. Он не выдержал. Но зато, знаете, на кладбище спокойно. Никто не кричит. Но, конечно, это сарказм. Но все же, блин, на кладбище очень много покестопов. Вот я вам сейчас показываю. Вот прямо просто их, ну, отчасти вот идешь так тропой. И собираешь покемонов и покестопы. Ну, как-то вот. Как-то вот так вот. Хорошо, что прямо на кладбище гимн не... Не, ну кладбище гимн есть, но он в начале. А тут уже начинается территория призрачных покемонов. Я не знаю, есть ли вообще призрачные покемоны именно здесь, вот, Pokemon Go. Но вроде бы территория никак по-другому не освещается от обычной территории. То есть, либо это улица, либо это кладбище. То есть, если вода, то на этом вода показывается. Вот генерал армии великов где-то в той стороне был. Вот мы только что его собрали. Скорее всего, вот его, да. Вот, я вижу. Да, да, вот он стоит. Вот, как бы тут покестопы стоят на каких-то великих людях, как я понимаю. И вот как-то примерно вот так. Но я хочу увидеть, сколько здесь покемонов будет. Что вообще здесь покемонов будет попадать? И тому подобное. Ну, честно, видите, смотрите, мы зашли просто на кладбище, а тут просто чистый лист. Просто нет покемонов. То есть, они на кладбище, наверное, не обитают. И я не знаю, как бы, есть ли они вообще здесь покемоны. Потому что у нас сейчас лист просто белый. Ни одного покемона нет в окружности. Просто ни одного. Вот мы словили дроузи вначале, а сейчас просто... Я как бы не знаю даже. Наверное, все-таки они стараются покемонов не ставить на кладбище. И я считаю, это правильно, что разработчики особо не впихают их на кладбище, чтобы они приходили дети. Ну, здесь стоят просто покестопы. Да, они здесь есть. Вот этот домик. Но не более того. Вот я вот сейчас иду, ребята. Покемонов здесь нигде не показывают. Поэтому, скорее всего, мы просто будем сейчас отсюда выходить. Пройдемся чуть-чуть. Может быть, все-таки есть какие-то тайные покемоны, знаете, как бы, да очень далеко от цивилизации. Вот. Но все же вот мы идем, и сейчас ничего такого особенного не показывает в этой окружности. Просто ничего. Чистый лист бумаги. Ну, окей, тогда пойдем искать их на более нормальных местах. Нет. Нет. В scent. Я гусю. Нет. Можно ли. Зовтори. ется. Я гусю.